Говорит город. Гость в студии. 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 как там понятен объем примерно их. Опять же, введена новая, принципиально новая система контроля так называемого леса кругляка, который уходит с лесной территории на продажу. На сегодняшний день это дополнительный документ, кроме товарно-транспортно-кладной, там есть специальный документ, и фактически возможно отследить происхождение круглого леса, неважно, кто его владелец, откуда он появился, на каком основании его рубили. Если на лес нет этих документов, значит это ворованный лес. Но вот здесь начинается веселая история, потому что есть такое понятие лес для собственных нужд, который не подпадает под действие этих требований. И понятно, что один гражданин, если мне память изменяет, раз в 30 лет может подать заявку на получение леса для собственных нужд, но система, к сожалению, созданная система, старая порушена, новая создана немножко нерасторопная. То есть если раньше живете в Ветлушском районе, вы в Ветлушском районе же заказываете лес для собственных нужд, и местная ветлушская власть раз в год пришла, посмотрела, какие там дворовые постройки построили, прикинул, да, лес на месте. Потому что по закону лес для собственных нужд не подлежит продаже. И тут поступает в противоречие с гражданским кондексом, потому что это же мой лес, я свою собственность могу продать. И а кто будет контролировать, как я этот лес использовал? Поэтому это опять же такая правовая история, история невыстроенной системы контроля. К сожалению, это не полномочия субъекта, это полномочия закона Российской Федерации. Мы эти изменения в законы готовим, исходя из понимания проблем. Это информация от местных властей, от жителей, от тех же лесопользователей. Проблема с дровами тоже присутствует, потому что и проблема с домами для погорельцев. Власть обязана выделять лес местным жителям. Для восстановления хозяйства. Да, погорельцам. Они имеют право на определенный объем древесины. А лесопользователь выделяет, ну, грубо говоря, у меня сгорел дом, не дай бог. Мне какой лес нужен, чтобы дом построить, сосна. А лесопользователь мне выделит не сосну, а мне выделит на корню лес. У нас сосны там, грубо говоря, процентов 15-20. А зачем я эту березу, мне что с ней делать? И это история. То есть, вроде бы, государство свои полномочия исполняет, человек удовлетворяет. А, извиняюсь за урожение, лишний геморрой создает. Вот, поэтому это тоже надо упорядочить, сделать, ну, реальным, а не бумажным эту историю. То есть, она должна быть понятна абсолютно для людей, простая. Давайте еще один вопрос обсудим по поводу транспорта. Если мы поедем в Кировском направлении, прекрасно видим, как идут тяжеловозы, груженные лесом. И прекрасно понимаем, что не всегда грузится по правилам. А есть максимальная допустимая масса вот тех грузовиков, которая должна быть. Если нарушается, то рушится состояние дорог. Планируется ли ужесточить правила перевозок для лесовозов и какая есть вот сейчас ответственность за такие нарушения? Ну, смотрите, я бы не говорил, что там ужесточить правила перевозок для лесовозов, это просто нарушение правил эксплуатации транспортного средства и нарушение правил дорожного движения. Которые есть сейчас уже. Перегруз, за это надо карать, это однозначно. Но если вы уедете дальше от Кировского направления, на которое вы только что поехали, а вы едете в какие-нибудь маленькие населенные пункты типа Сявова, там Вахтан, через которые, в окружении которых находятся леса, которые находятся в аренде, в аренде не только у нижегородских арендаторов, в том числе и у соседних регионов, а дорожки ведут через вот эти маленькие населенные пункты, то там вы увидите во многих местах Кли, где, ну, вам по горло будет. Мама не горюй. Да. К сожалению, это проблема дополнительного трафика, который возникает на этих территориях, вот этого лесовозного трафика, он никем никак не учитывается. Объемы дорожных фондов этих населенных пунктов, они смешны, малы. Поэтому одно из предложений, которое мы вносили, что вносим сейчас, что в обязательном порядке от стоимости аукционов по продаже лесов определенная сумма должна поступать в дорожные фонды тех муниципальных образований, на территории которых эти леса произрастают. Это будет абсолютно честная такая, понятная история, потому что люди живут в районе, где много леса, где он очень дорогой. Им от этого хорошо должно быть, а им от этого плохо. Нужно ситуацию просто перевернуть в честную историю. Долгая законодательная, законотворческая работа предстоит, я так понимаю, впереди. Да, в какой части даже нудная. Я думаю, что это уже в следующем созыве, когда соберется очередное законодательное собрание с новыми депутатами и будет решаться. Хотелось бы, чтобы до конца следующего созыва мы эту проблему решили. Я очень надеюсь на это. Желаем вам в том числе и с этим разобраться. Заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников был в нашей студии. Ждем еще на Большой Печерской 33 с новыми темами, с новыми проблемами. Спасибо. Хорошего дня. А прямо сейчас информация с дороги города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова